Вот вы сказали, что перевернуть песочные часы. С вашей точки зрения, они перевернутся там со смертью Путина, со смертью его окружения, со каких-то событий колоссальных, которые вот как в Германии. Капитуляция, деноцификация, демилитаризация и так далее. Возможно ли такое провести по отношению к России? Нет, деноцификация, демилитаризация – это уже последствия перемены в Германии были. Нам бы дожить до этих перемен. Нет, вы знаете, я не знаю, физическая ли смерть Путина, или последовавшие за ней какие-то вынужденные меры нового руководства, они будут вынужденными вполне экономически. Смерть Путина просто расчистит, или отстранение Путина расчистит политические пути, потому что с Путиным никто не будет разговаривать, а со следующим будут разговаривать, если он даст понять, что есть возможности политического продвижения в противоположном направлении от Путина. Поэтому все это возможно, о сроках не загадываем. Ясно, что при Путине ничего другого принципиально не будет. То есть там будет гниение и военная угроза, которая является единственной повесткой дня для Путина в его разговоре с Западом. Ну, энергетическое еще, да, но энергетическую Запад преодолеет. В течение какого-то времени, да, энергетическая зависимость от России сякнет. Россия просто, ну, будет медленно гнить. Она будет медленно гнить, это не Албания. Албань-то долго гнила, да, это не Северная Корея. Поэтому никто нас не захватит, никакого Нюрнберга не будет. По крайней мере, никаких победителей, да, не будет. В этом и драма, и шанс Россия должна попытаться все-таки себя вытащить сама за волосы из этого болота. Шансы есть, они, конечно, не очень большие. Пока что не видно, как это будет практически. Но это и не может быть видно, это всегда случается вдруг. Последовательность, да, ослабевание санкций, жесткие санкции, распад. То есть последовательность такая, если не ворцовый переворот, то жесткие санкции, деградация России, потом распад России, и потом уже на каких-то новых правилах либо пересборка России, либо исчезновение ее с политического поля. Да, и какой-то другой политический пейзаж. Но думаю, что это речь о десятилетиях все равно, о ближайших паре десятилетий. Я думаю, что счет идет именно на пару десятилетий. Субтитры создавал DimaTorzok